Всем большой привет! Вы на канале TravelNRF. С вами Альберт и Наталья. Уважаемые зрители, сегодня мы вашему вниманию представим сравнение двух черноморских городов Геленджика и Новороссийска. Эти два города расположены всего 40 километров друг от друга, но совершенно разные по многим характеристикам. Думаю, данное видео будет интересно для тех, кто рассматривает их для переезда, либо выбирает себе место для отдыха на море. Наливайте себе чай. Вперед по Геленджику и Новороссийску. Мы сейчас в Геленджике. Начнем с того, что Геленджик это небольшой и уютный город-курорт, расположенный в маленькой геленджитской бухте, окруженной горами. Город отлично подходит для пляжного отдыха и безопасного купания в море. В городе проживают около 80 тысяч человек, по официальным данным, но фактически больше, так как многие живут, но не зарегистрированы. Новороссийск же среднепромышленный город с населением около 300 тысяч человек, по официальным данным, конечно же. И что немаловажно, в Новороссийске расположен самый крупный порт России. Да, города сильно отличаются друг от друга по количеству населения и своей площади. Сам же город расположен в большой Цемесской бухте и с одной стороны окружен горами. В Геленджике нет промышленных предприятий. Здесь очень много разнообразных деревьев и пицунской сосны, поэтому воздух чистый и, по мнению многих, даже целебный. Людям, страдающим с заболеванием легких, врачи рекомендуют проводить свой отпуск здесь. В Новороссийске достаточно зелено, но в городе очень много промышленных предприятий, среди которых цементные заводы. И не стоит забывать, что Новороссийск крупный морской порт, из-за чего в городе очень много грузовых автомобилей, которые вы часто будете встречать в пробках. Но в Новороссийске есть шикарная набережная, с которой вам будут открываться красивейшие виды на море и горы. На ней вам будет приятно провести время с друзьями и семьей. Также имеется широкая велосипедная дорожка. Велосипедистам здесь будет очень комфортно. Вот чему за набережную геленджичанам не стыдно. Это одна из главных достопримечательностей города. На протяжении 11 километров от тонкого мыса к Толстому набережная имеет красивейший вид. На ней множество различных фонтанов, скверов, игровых и детских площадок. Также много кафе и ресторанов. В общем, на набережной вы можете провести весело и интересно свое время. Также в городе большое разнообразие пляжей, как песчаных, так и галечных. И в курортный сезон вы можете выбрать оптимальный для себя. Несмотря на то, что Новороссийск промышленный и крупный морской порт, сезон его посещают множество туристов. Здесь вы также можете провести время на пляжах и искупаться. А теперь о насущном. Недвижимости. Жилье в Геленджике дорогое. Цены постоянно растут. Одна из причин, что введен мораторий на строительство новых жилых комплексов. Связан с тем, что планируется серьезная реконструкция водоснабжающих и колензационно-очистительных сооружений. Сейчас они не справляются со своей задачей. Также в ближайшее время будет построен современный международный аэропорт, федеральная трасса и морской порт. В Новороссийске с жильем попроще. Постоянно ведется строительство новых домов и жилых комплексов. Цена на недвижку примерно дешевле процентов на 30. Но вы понимаете, насколько это обстоятельство будет важно для желающих переехать на юг. Хотя в обоих городах существует проблема с водой, что особенно остров курортный сезон. Губернатор обещал эту проблему решить к 2023 году. Еще один немаловажный фактор. Как же в Геленджике с работой? Сами понимаете, чем меньше город, тем тяжелее найти хорошую, высокооплачиваемую работу. Большинство предпринимателей ориентированы на туристов. Поэтому многие в городе зарабатывают именно в курортный сезон. Легче всего найти работу в сфере обслуживания. Специфика города заставит вас крутиться и не сидеть на месте. Да, в Новороссийске с поиском работы вам будет гораздо легче. Как я уже не раз сказал, Новороссийск город промышленный. Есть предприятия, соответственно, рабочих мест больше. И не забываем, в Новороссийске расположен самый крупный порт в России. В этом видео вам рассказали лишь свое субъективное мнение. Слушиваться ли к нашим словам вам решать? Да, но мы надеемся, что наши рассуждения и выводы вам пригодятся. Еще хочется сказать, что важно выбирать город именно для души. Как в свое время сделали это мы. Подписывайтесь на наш канал. Также смотрите другие видео на нашем канале. До новых встреч. Пока. Лайк ставьте и подписывайтесь на канал. Смотрите. Вот у нас фанаты появились.